В жизни может произойти всякое. Иногда семья оказывается в трудной ситуации по независящим от нее причинам. Именно на такие случаи и рассчитан социальный контракт. Малообеспеченным гражданам предоставляют деньги, которые должны быть потрачены на достижение конкретных целей. Самое главное – это поиск работы, потому что вывести себя, конечно, из категории малоимущих без работы практически невозможно. Либо организация небольшого какого-то собственного дела. В итоге этот человек может стать индивидуальным предпринимателем, либо зарегистрировать службу занятости как самозанятый. Либо разведение личного подсобного хозяйства. Поскольку у нас область аграрная, очень большое количество социальных контрактов у нас как раз и заключается на разведении личного подсобного хозяйства. На организацию собственного дела средства направила семья Цыпровских. Юлия, мать пятерых детей, периодически обращалась в соцзащиту, где ей и рассказали о контракте. А благодаря давнему швейному увлечению долго выбирать цель не пришлось. Обязательства мои закупить определенные машинки. Кто на что пишет, я вот именно на машинке написала, потому что я люблю шить. Мне это очень нравится, меня это очень вообще на самом деле расслабляет. Вот. И я написала на две швейные машинки, на верлок и на распошивальную машину. Две машинки выполняют разные функции. Одна машинка у Юлии уже была. И теперь с тремя разными устройствами она шьет вещи на заказ и даже одевает всю семью. А когда началась пандемия, вместе с мужем они стали делать еще и маски. К слову, отцу большого семейства соцконтракт тоже помог. Я еще когда-то оформляла, Юлия же, да, мой соцконтракт этот, я еще не работал тогда. Я пенсионер военный, еще пенсия небольшая. А потом как начало, и пошло вверх, и я сразу дошел работу, ну, такую. Официальную? Да, официальную работу. Детей оздоровляем, ездим мы постоянно. Нас приглашают от заботы о социальной защите. Нам дают путевки всякие в оздоровительные лагеря. Стоит сказать, что Юлия самоучка. За время работы она стала разбираться во всех видах тканей и тонкостях швейного дела. Но в будущем планирует получить профильное образование. Постоянный рост замечают и соцработники. С каждым месяцем просто вот настрой в семье, он повышался. Просто вот было желание больше и больше со стороны и мамы, и папы как-то саморазвиваться, делать что-то, чтобы преодолеть ситуацию, когда доход семьи ниже прожиточного минимума. Семья никогда не сидит без дела. У них есть собственный огород, благодаря которому на столе всегда свежие продукты. Во всем помогают и старшие дети. Кстати, восьмилетней Еве тоже нравится шить. Не исключено, что в будущем сформируется целый семейный бизнес. Цыпровский – отличный пример того, как работает и как помогает семьям социальный контракт. О многом говорят и цифры. В 2015 году в нашем регионе заключили 63 таких контракта. В 2019 их число выросло до 428, почти в 7 раз. На этот год запланировано около 450. Дмитрий Сергеев, Станислав Попов, Ольга Кириллова. Область новостей.